Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Помощь по всем вопросам в режиме единого окна. Временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков ознакомился с работой Самарского фонда защитники Отечества. В Самаре создадут Совет ветеранов специальной военной операции. Идею обсудили с временно исполняющим полномочия главы Самары Иваном Носковым. Затянувшийся капремонт многоквартирного дома и несанкционированное подключение к электросети. Эти и другие вопросы рассмотрела на личном приеме уполномоченной по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина. Банк России проводит модернизацию российских банкнот. Как они выглядят и почему не надо менять старые деньги на новые? В Самаре возрождают интеллектуальные игры. Кто стал победителем в осеннем сезоне чемпионата IQ Самара? Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с крупнейшими сельхозпроизводителями Самарской области. Он отметил, что задача правительства региона – их максимальная поддержка. Есть меры, которые востребованы. Единственное, чего не хватает – достаточного финансирования. Губернатор пообещал его увеличить. Меры поддержки, которые потеряли свою актуальность, будут отставлять в сторону. А есть меры, которые необходимы. И сельхозпроизводители точно знают, куда именно сейчас нужно направить ограниченный ресурс, чтобы в период экономической турбулентности не сдать позиций, а выдержав эти непростые времена, реализовать те планы и инвестиционные программы, которые были задуманы, подчеркнул глава региона. Помощь в режиме единого окна. Временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков ознакомился с работой Самарского филиала Госфонда защитники Отечества. Главная задача фонда – персональное сопровождение и адресная помощь военнослушащим и членам их семей. Как прошел визит, расскажем в сюжете. Место, где ждут и помогают. Самарский филиал Госфонда защитники Отечества оказывает социальную, юридическую, психологическую, медицинскую помощь участникам СВО и членам их семей. Как организована работа фонда, увидел временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков. Он пообщался с сотрудниками и военнослужащими, которые обращаются в фонд. Фонд показывает, что нет сегодня проблем, которые невозможно преодолеть. И раньше это знал, но здесь я особо в этом убедился, насколько неравнодушно люди, которые здесь работают, относятся к своей работе. Очень важно, что здесь собраны разные службы. И здесь идет как раз такой центр взаимодействия. И только сотрудники фонда, то есть и министерства, и другие ведомства, которые в той или иной форме взаимодействуют с ветеранами, с участниками СВО. Самарский филиал Госфонда «Защитники Отечества» работает уже более полутора лет. За это время к специалистам обратилось более 10 тысяч человек. Как сами военнослужащие, так и их родные и близкие. 90% обращений удалось решить, остальные в работе. Руководитель города Иван Носков обсудил с руководством фонда дальнейшие планы совместной работы. Мы выработаем, во-первых, все те новые подходы, по которым ребята обращались с предложением. Конечно, в Самаре есть огромный опыт по различным мерам поддержки, которые мы также постараемся масштабировать и тиражировать на территории всей нашей Самарской области. В каждом внутригородском районе городского округа Самары есть свой социальный координатор. Они плотно взаимодействуют и с главами, и с заместителями, со всеми службами и ведомствами, для того, чтобы оперативно, быстро, с заботой, с уважением помогать нашим ребятам. На территории города работает 150 социальных кураторов, которые закреплены за каждой семьей военнослужащего. В каждом районе проходят встречи и обсуждения вопросов, которые возникают у военнослужащих и их близких. Участники СВО и их семьи получают свыше 30 мер поддержки. Это и бесплатное питание для школьников, это бесплатное пребывание детей в дошкольных учреждениях, это и налоговые пославления, которые существуют для участников специальной военной операции. Конечно же, материальная помощь, которую мы оказываем и поранению, и семьям, которые находятся сейчас в трудной жизненной ситуации, и таких мер достаточно много. Кроме того, меры, которые распространяются и на другие льготные категории граждан военнослужащим, мобилизованным и контрактникам, а также их семьям, предоставляют в первоочередном порядке. Участник боевых действий с позывным «Шаман» пришел в филиал Госфонда защитники Отечества за юридической поддержкой. Мы сейчас формируем документ с указанием конкретной информации, касающейся моего вопроса, для отправки в ведомство, от которого зависит решение этого проблемы. То есть здесь мне помогают с юридической стороны правильно и грамотно оформить пакет документов перед отправкой. Самарский филиал Госфонда защитники Отечества располагается на улице Демократической, 57. Вход по паспорту работает с 9 утра до 18 часов без выходных. С подробностями можно ознакомиться на сайте фонда и на официальных страницах в соцсетях. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самаре создан первый в регионе Совет ветеранов. Спецоперация и организация поможет вернувшимся военнослужащим адаптироваться и получить необходимую помощь. В первом заседании Совета принял участие временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. О первоочередных планах нового объединения расскажет Полина Челюкова. Психологическая и юридическая помощь – меры поддержки. В столице региона создан первый в области Совет ветеранов СВО. С такой инициативой ранее выступил временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Он вместе с членами президиума организации, ветеранами спецоперации, провел первое установочное заседание организации. Мы понимаем, что у нас сегодня десятки тысяч человек сегодня находятся в зоне конфликта. Они будут возвращаться домой. И их проблемы будут, они где-то будут похожи, будут где-то отличаться. Ну и будет много этих людей. И с ними нужно будет встречать, с ними нужно будет взаимодействовать. Кто лучше может сделать, что-то подсказать прежде всего, посоветовать. Такой же боец, прошедший такие же испытания, как тот, кто вернулся. Исполняющий полномочия главы Самары также рассказал, что администрация города будет помогать Совету на всех этапах. На первых порах поддержит материально и технически, а также поможет подобрать площадку. Во время первого заседания участники определили направление работы. Сейчас в приоритете медицинское и социальное. Но поддержку будут оказывать в том числе и в трудоустройстве. После рабочей встречи исполняющему полномочия главы провели экскурсию по Дворцу ветеранов. Есть возможность продемонстрировать то, что называется, ожившие фотографии из фонда Николая Федоровича, которые сомментируют его сын. Сейчас здесь представлены несколько залов. Но экспозиция периодически пополняется. На одной из полок артефакты современной войны, переданные Дворцу участниками спецоперации. Полина Чулякова, Константин Головин. События. В Самаре пройдут публичные слушания по вопросу реформы местного самоуправления. Жители города смогут выразить свое мнение со 2 по 13 декабря. Как это сделать, расскажет Елизавета Прокопенкова. Жители Самары примут участие в публичных слушаниях по вопросу реформы местного самоуправления. Такое решение было принято на заседании городской думы. Почти 10 лет в Самаре действовала двухуровневая система. 9 районов города, каждое самостоятельное муниципальное образование. Но двухуровневая модель не оправдала себя. Одноуровневая система, которая работала у нас до 2015 года, она была эффективной. Она была эффективной. Было много наработок, заделов. В этом году губернатор Вячеслав Федорищев поручил изменить систему и перейти к одноуровневой модели. Вопрос о проведении реформы обсуждался на разных дискуссионных площадках. Следующий этап в процедурной истории при решении этого вопроса – это проведение публичных слушаний. Хотелось бы услышать мнение жителей города Самары. Все желающие смогут направить свое мнение в Самарскую думу со 2 по 13 декабря этого года. Сделать это можно любым удобным способом – лично, по почте в письменном виде, в электронном виде и через информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Затянувшийся ремонт в многоквартирном доме. Столкновение интересов представителей предпринимательского сообщества с гражданами. Нюансы оказания медицинской помощи. С этими и другими вопросами жители региона обратились к уполномочному по правам человека в Самарской области Елене Лапушкиной. Омбудсмен встретилась с заявителями лично в приемной президента Российской Федерации. Какие решения были приняты по результатам встречи, расскажем в следующем сюжете. Жители дома номер 218 по улице Молодогвардейской обеспокоены затянувшимся капитальным ремонтом инженерных коммуникаций. Желая прояснить ситуацию и узнать сроки завершения работ, они обратились к уполномоченному по правам человека в Самарской области. Пять лет уже идет капремонт. Идет с перерывами, меняются подрядные организации, меняются директора капремонта. Ну вот все идет очень так вот, ни шатка, ни волка. Ну вот сейчас обратились за помощью к Елене Владимировне. Вот был новый представитель капремонта, который обещал по окончанию сезона отопительного возобновить работу и все доделать. В ходе встречи жители озвучили свои пожелания по дальнейшему ремонту. Представители фонда капремонта предложили организовать взаимодействие в рабочем порядке. На встрече с подрядной организацией оперативно вам ее организуем, заактируем, посмотрим, дадим комментарии, как можно это быстро устранить. Житель Самары Галина Назарова обратилась к комбудсмену с просьбой разобраться в правомерности действий владельца автомойки, который, по словам Галины, несанкционированно подключил электрокабель к сетям многоквартирного дома. Самостоятельные попытки жителей решить вопрос только обострили противостояние сторон. Я вообще от этой ситуации поражена тем, как люди могут унижать, вот понимаете, унижать. Это все было сделано специально, чтобы заглушить и, соответственно, сейчас именно меня уничтожать, именно как гражданина. Нам машину ночью расписывают мужскими органами. Все четыре двери, вот так огромными. Это делается специально, смотрите все, что будет и с вами. Все таким образом. Три года. Для оперативной отработки обращений пригласили представителей профильных ведомств и правоохранительных органов. Для Елены Лавушкиной это первый прием граждан в новой должности. Часть вопросов, к которым сегодня пришли люди, мне знакомы. Это город Самара, это вопросы по работе управляющих компаний, это работа одного из объектов потребительского рынка. Есть вопросы, с которыми я раньше не сталкивалась. Это вопрос о здравоохранении, и здесь, безусловно, буду очень детально разбираться. Есть порядок, по которому мы пойдем, по каждому отдельному обращению. Убеждена, что часть вопросов у людей снимется, и, конечно, вот эта беспокойность, с которой они сегодня пришли, снимется. К основным задачам омбудсмена относятся защита конституционных прав и свобод человека, содействие в восстановлении нарушенных прав, правовое просвещение, совершенствование законодательства в области защиты прав и свобод, а также взаимодействие с органами власти всех уровней и общественностью. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Банк России проводит модернизацию российских банкнот. Сейчас в обращении появляются новые купюры номиналом 100 и 5 тысяч рублей. Почему не надо менять старые деньги на новые и как не стать жертвой фальшивомонетчиков, расскажем в следующем материале. Банк России проводит модернизацию российских банкнот для повышения их качества, защищенности от подделки и долговечности. Сейчас в обращении появляются купюры номиналом 100 и 5 тысяч рублей. Новые купюры вводятся в оборот постепенно, заменяя ветхие, по мере исчерпания запасов привычных всем банкнот. Специально обменивать банкноты, которые есть у вас на руках, на новые, модернизированные, не нужно. И те, и другие одинаково платежеспособны и будут находиться параллельно в обращении. После появления информации о выпуске обновленных банкнот активизировались мошенники. Например, под видом работников социальных служб они ходят по квартирам и убеждают граждан обменивать банкноты в 5000 рублей на модернизированные. Взамен аферисты предлагают фальшивые деньги. Обновленная банкнота номиналом 100 рублей посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне изображен Ржевский мемориал советскому солдату. На 5000-й банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне – стела Европа-Азия. На оборотной стороне – памятник сказ об Урале в Челябинске. Вы можете проверить подлинность любых российских банкнот без специального оборудования. Подробные информации о них есть на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение». Также можно установить на телефон бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Ссылка для скачивания на сайте регулятора. Это приложение не определяет подлинность банкнот, оно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России. Показывает в интерактивном режиме, где именно расположены защитные элементы и как они должны выглядеть. Чтобы удостовериться в подлинности банкнот, необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Виктория Шара и события. Самарская городская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» отметила 20-летний юбилей. По традиции праздник прошел в театре «Самарская площадь». Поздравить и поблагодарить городское сообщество инвалидов за плодотворный труд пришли представители городской областной власти, политики, спонсоры. Тему продолжит наш корреспондент. Социальное партнерство и крепкая дружба. Такие слова звучали на сцене театра «Самарская площадь» на юбилее Самарской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Все 20 лет бессменным руководителем организации является Инна Баррель. Самая главная работа нашей организации – это объединить инвалидов, дать им почувствовать себя обычным членом общества. Для этого мы делаем все. Это общение, это совершенно другая среда обитания, это не четыре стены в доме. В каждом районе Самары работает свое отделение городского общества инвалидов. На местах делают все возможное, чтобы поддерживать качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Вы люди, которые каждый день всем нам демонстрируете, что несмотря на все сложности и трудности, с которыми вы сталкиваетесь, вы люди безграничных возможностей. Но просто вы требуете особого бережного к вам отношения. За 20 лет городское общество инвалидов реализовало десятки проектов в разных сферах жизни – от социальных до спортивных. Совместно со спортивными федерациями региона развиваются такие виды спорта, как слэдж-хоккей, футбол, керлинг, теннис. Проводится театральный фестиваль для коллективов, в которых задействованы актеры с ОВЗ. Добираться до культурных, социальных и спортивных объектов помогает социальное такси. При активной поддержке общества инвалидов в городе для людей с ОВЗ адаптирован общественный транспорт, тротуары, пляж, парковки и входные зоны в различные организации, в том числе в магазины и аптеки. Ваша организация служит самым благородным целям. Причем старайтесь сделать так, чтобы ни один человек с инвалидностью не потерял возможность быть полноправным членом нашего общества. Хотелось бы выразить вам глубокое уважение и признательность всем членам вашей организации за ваш труд. Многочисленные программы по социальной адаптации инвалидов, защита их прав и интересов уже помогли сотням самарцев. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, События. В Самаре возрождаются интеллектуальные игры. В 80-е годы прошлого века куйбышевские знатоки стояли у истоков создания Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». Сегодня эта игра снова популярна в студенческой среде. Кто выиграл осенний сезон чемпионата Самарской области, расскажут наши корреспонденты. Первокурсница строительно-энергетического колледжа Анастасия Авдеева в интеллектуальную команду учебного заведения попала случайно. Пригласила подруга. Мозговой штурм девушке понравился. Теперь без игры «Что, где, когда» она не может прожить ни дня. В этой игре мне нравится сама идея сплоченности команды и мозгового штурма, чтобы проверить, насколько ты эрудирован, начитан, в каких темах нужно поднатаскаться, что еще почитать. И можно найти для себя таким образом темы, чтобы почитать. Собирать команду преподаватель колледжа Дмитрий Дроздов начал год назад. Будущим геологам эта идея понравилась. В итоге они добрались до областного финала осеннего сезона проекта «IQ Самара» по направлению «Что, где, когда». Начали мы как раз-таки сначала с «IQ Самара», потом начали участвовать в различных локальных играх. «Ладья» начала организовывать свои игры внутри колледжа. У нас начались интеллектуальные сезоны в колледже даже. И, соответственно, наши ребята в какой-то момент смогли добраться до Олимпа. «IQ Самара» – это глобальный интеллектуальный проект, в рамках которого реализуются еще шесть направлений. Парламентские дебаты, управленческие поединки, пилотирование и программирование без пилотников, робототехника, инженерия. Наибольшей популярностью среди студентов пользуется игра «Что, где, когда». Отбор стартует уже весной, то, соответственно, в каждое учебное заведение провело свой кубок. Что такое кубок? Кубок – это игра как минимум на пять команд, а иногда встречаются такие, как экономический университет, где было 16 команд. Приходят наши эксперты, приносят вопросы, качественно отсеивают. Областной финал игры «Что, где, когда» провел первый магистр интеллектуального клуба Александр Друсь. В Самаре столичный знаток не первый раз и хорошо знаком с местными игроками. Очень хорошо, что город поддерживает движение молодых интеллектуалов. Это не всюду бывает. Поэтому я с удовольствием всегда приезжаю в Самару на такие соревнования. В свое время, в 1989 году была организована Международная ассоциация клубов и Самарский клуб «Что, где, когда» был одним из отцов-основателей. 17 вузов и 38 колледжей Самарской области играют в «Что, где, когда». До областного финала осенней серии игр добрались 15 команд. Победители – королевские особи из Аэрокосмического университета. В апреле 2025 года они поедут в Саранск защищать честь Самарской области на чемпионат Приволжского федерального округа. Организаторы интеллектуального турнира «Что, где, когда» проекта IQ Самара планируют в будущем создать сборную команды региона для участия в телевизионной версии игры «Что, где, когда». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Хоккейный клуб ЦСКА ВВС Самара покинул один из нападающих, который был в аренде. Спортсмен вернулся в Тольяттинскую ладу. А футболист Крыльев подарил юному фанату новые бутсы. Еще больше спортивных новостей смотрите в нашей специальной рубрике. В эскадрилле военных летчиков потери Николай Владимиров из ЦСКА ВВС Самара возвращается в Тольяттинскую ладу. Нападающий был командирован из Автограда в столичный губернский хоккейный клуб согласно договору о сотрудничестве. Руководство ЦСКА ВВС надеется на возвращение хоккеиста. Футболист Крыльев Советов в Бенхамин-Горе исполнил мечту юного болельщика во время матча с Ахматом. Он эмоционально поддерживал полузащитника с трибуны Самара-арены. Сегодня мальчик с мамой приехали на клубную базу по приглашению спортсмена. Бенхамин поблагодарил подростка и подарил ему футбольные бутсы. В ответ юный болельщик вручил кумеру торт. Каким будет спорт в Самарской области в ближайшее время обсудили на расширенном заседании Общественного совета по развитию физической культуры и спорта. В повестке актуальные вопросы. Промежуточные итоги реализации региональной программы «Мастер спорта», планы по развитию спортивной инфраструктуры, предстоящий в 2025 году Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», а также инициированный губернатором Самарской области движения «Чистый спорт». Баскетбольный клуб «Самара» приглашает в декабре болельщиков на домашние матчи. Кто купит сразу более трех билетов на три игры, получит скидку 30%. Фанаты баскетбола увидят противостояние «Самары» с «Локомотив Кубань», «ЦСК» и «Пармой». Любители волейбола тоже без спорта в декабре не останутся. В «Самаре» в МТЛ «Арена» в 19.00 пройдут домашние матчи «Новокуйбышевской-Новы». 4 декабря встречаем «Локомотив», 11-го «Динамо-Урал», 23-го «Енисей». Билеты уже в продаже. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. МЦУ «Самара» оптимизирует работу служб, сообщает администрация «Самары» в своем телеграм-канале. На сетях ресурсоснабжающей организации устранены утечки. Муниципальный центр управления «Самары» с помощью электронных ресурсов «Инцидент-менеджмент» и «ПОС Госуслуги решаем вместе» в день обрабатывает сотни обращений горожан в социальных сетях, касающихся вопросов благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и других актуальных для жителей областного центра вопросов, относящихся к компетенции муниципальной власти. С начала ноября 2024 года только системой «Инцидент-менеджмент» было зафиксировано 3735 сообщений от горожан. Из них отработано уже 3300. Например, жители дома 44 по улице Белгородской забеспокоились, обнаружив, что затопление колодцев, находящихся на прилегающей к дому территории, начинает распространяться в подвалы. Сотрудники ресурсоснабжающей организации прочистили 50 метров канализационной трубы, вытащили пробку из мусора. А на улице Елизарова 68 жители обратили внимание властей на излив колодца между детским садом и станцией скорой помощи. 27 ноября на участке завершены земляные работы. Повреждение на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров устранено. Правительство Российской Федерации утвердило предельные индексы платы граждан за коммунальные услуги, информирует администрация промышленного района. Их установление в регионах проконтролирует ФАС России. По каждому субъекту Российской Федерации будет определен свой индекс платы для населения, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением индекса. Такое ограничение по изменению платы за ЖКУ станет эффективным инструментом сдерживания роста тарифов. Администрация Кировского района приглашает жителей принять участие в голосовании регионального проекта «Народное признание». Это один из самых масштабных и народных проектов, реализуемых правительством Самарской области, целью которого является поощрение жителей области за активность в социально-экономическом развитии региона. Кировский район представляет Сергей Чурин, который принимает участие в номинации «Мы вместе». Сергей работает врачом в больнице Середавина и в качестве волонтера организовывает сборы и отправку гуманитарной помощи для мобилизованных самарцев. Поддержать Сергея Чурина можно по ссылке, указанной в телеграм-канале администрации Кировского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС» в нашем телеграм-канале, на страничках, в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин